Всем привет! Третья часть моего видеоблока будет посвящена подготовительным физическим упражнениям к удару ногой в голову, а также будут махи и удержания, которые поспособствуют более быстрому и сильному удару. Приседание со штыр на груди, здесь приседайте до 90 градусов ниже не приседайте, чтобы у меня было пренапряжение колен и, что самое важное, до спины опробанных, надо вовсе стараться вверх и вверх. Следующее упражнение это приседание ножницей в смите. Упражнение очень тяжелое и термоопасное, поэтому советую пробовать его начинать вообще без блинов, с пустым грифом. И ногу переднюю, на которой вы будете стоять, ставьте немножко дальше, чтобы меньше было нагрузка на колено, а больше на мышцы. Упражнение «Жим ногами» это мое любимое упражнение. Здесь самое главное, чтобы как бы ты не поставил стопы, но чтобы колени шли по стопам, чтобы не было стопы в сторону, а колени шли вовнутрь или наоборот, как многие делают. Это большая возможность травмироваться. И опять же вес я ставлю средний, ну я делаю где-то 300 кг и большое количество, то опять до 15 повторений, чтобы хорошенько убить пусть. Еще одно упражнение это закачка голени. Есть различные упражнения, как ее можно делать в велосипеде, или в жиме ногами, или в машине Смита. Я покажу в велосипеде. И мы делаем голень, допустим три подхода, пять по 25 раз, и потом после каждого подхода мы встаем и идем, добиваем голень со своим весом. Субтитры подогнал «Симон»! Для маха нам нужно встать лицом к стенке, или это шведской стенке, или по спорту стенке, нам можно держаться руками. И ноги должны в таком положении быть. Будем махать правой ногой. Движение состоит из трех частей. Первая это мах ногой в сторону, стопа параллельно полу, второй мах ногой в сторону, стопа, носок вниз, пятка вверх, и третья это идет мах и удар. То есть уже мы моделируем самодаль ногой в голову. Во время удержания мы стоим боком, держаться, кто не может, тот держится. Левая рука, она как в стойке, так же как у нас здесь в стойке, она должна быть за корпусом. То есть не внутри, а снаружи. И я делаю стопа у меня на себя. То есть носок у меня на себя напряжен, для того, чтобы вообще все мышцы ноги схватывались. И обязательно здесь наша задница и боковая мышца, эти основные, они должны очень сильно напрягаться. В идеале мы руку отпускаем, держим в стойке и нога на уровне таза стараемся держать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова